АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наше исполнение Щербакова, оно мне всё время напоминает старый анекдот театральный, который папа мне рассказывал. Сидит меломан в Большом театре с партитурой. Есть такие особо, которые хотят каждую ноту не только слышать, но и видеть. Вот он сидит с партитурой, по ноткам смотрит. Это рабочий, первый раз попавший в Большой, спрашивает товарища, а кто это? Он говорит, народный контроль. Народный контроль сегодня будет с нами. Значит, смотрите, что-то сдаётся мне, что нам надо делать три отделения, а не два. Просто как мы тут выдержим? Нормально? Нет? Не очень? Вот видите, у всех разные мнения на этот счёт. Тепло сердец уже так наблюдается. Уже так немножко жжёт. Ладно, будем действовать по обстановке. Значит, мы где-то раз в полгода эту программу-то поём. И, по-моему, мы единственные люди, которые целый концерт Щербакова поют, потому что там нетрудно. Вот поэтому. И мы с вами давайте начнём с истоков. С самых-самых. Ла-ла-ла-ла, и ла-ла-ла, 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 Ла-ла-ла-ла. Теперь на пристани толпа И гомонит, и рука плещет. Из дальних стран пришёл корабль, Его весь город ожидал. Горит восторгом каждый виг, Каждый взор восторгом блещет. Кремится люк, вздыхает трап, Матросы сходят на плечах. Сияние славы их слепит, Их будоражит звон регалий. У них давно уже готов Ошеломляющий рассказ, Как не щадили живота. И света честь оберегали, И все прошли, и превзошли, И осознали лучше нас. Ты знаешь, я не утерплю, Я побегу полюбоваться, Я ненадолго пропаду, Я попаду на торжество. Но сколько можно день и ночь С тобой рядом оставаться, И любоваться день и ночь тобой, И больше ничего. Ведь мы от моря в двух шагах И шум толпы так ясно слышим. Я различаю рогат-вод, Я в нем любушечной пальпе, А ты смеешься надо мной, Ты ешь варенье из вишен, И мне не веришь ни на гроши, Я не верю сам себе. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот так идет за годом год Вокруг царит столпотворение, И век за веком растворен Во двороте суеты. А ты ужасно занята, Ты ешь вишневое варенье, И на земле его никто не ест красивее, чем ты. И сгиб божественной руки всегда один и вечно новый, И в ложке ягодка блестит, недонесенная до рта, Ни кровь, ни слезы, ни вино, всего лишь только сок вишневый. Но не уйти мне от себя и никуда, и никогда. Аплодисменты. Подставка для музыканта. Именование изделия. Памятник правой ноги. Сразу анекдот рассказал, девушка вошла с большим... Бюстом? Бюстом, да. Бетховена подмышкой. Вот так, по-моему, там заканчивалось. Ну что ж, что такое всплывающее из самых-самых глубин памяти? Вот так пропел небесный шансонье, Вот так решили каверсные боги. Три брата было у нас в одной семье, И каждый шел по собственной дороге. Один мой брат решил стать моряком И пороздить земные параллели. Другой увлекся карточным столом, А я в любви признался королеве. И дрогнул мрамор, горн запел вдали, Согласик глаз, решила час свидания. И в тот же день монарху донесли, Что я соперник, стоящий внимания. Один мой брат уплыл на остров Крит, Другой приник казатному притону. А я пока печально знаменит, Как павши-меши виды на корону. Ведь или годы вихрями дрожат, И день за днем послушан и покорен. Я был доволен должностью пожар, И вход имел в заветные покои. Один мой брат открыл архипелаг, И имя дал свое местам открытым. Другой блистал, рискуя так и сяк, А я прослыл придворным фаворитом. Ни горд, ни знатен, даже не богат, Я с королевой счастье знал иное, И был корой бессовестно рогат, И нож точил расправиться со мною. А день мой брат на дальних островах Нашел покой уставший куролесик, Другой блеснув, продулся в пух и прах, Ну а меня король велел повесить. И все же братьев я не посрамил, Но воплодил их сил соединенье. Я, как моряк, стихию бороздил, И как игрок молился о везенье. Я тоже мог прославиться в другом, Я тоже мог, иному вняв напеву, Стать моряком или игроком. Но я, увы, влюбился в королеву. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Да и зачем? Лидгарь, ты будешь что-то рассказывать? У меня, в общем-то, контактов с Щербаковым было не очень много, но один такой примечательный. Как-то я в галерее какой-то были, Алексей Гальянов, а он фотограф такой из Челябинска, удивительный. И вот как раз он умеет поймать момент. У него серия портретов шикарных. Причем практически все барды. Сняты были им в свое время. И вот вдруг на стене там портретик такой. И там Михаил Щербаков такой, влаженно довольный, с улыбкой на лице. И это как раз я вспомнил, когда случилось. Очень редкое выражение лица. Редкое. Это в каком же было году? В 2012. В 2012 году. На платформе. На платформу Лида все-таки смогла пригласить Щербакова. Вытащили, да. И в какой-то момент времени они как организаторы все куда-то разбежались. И я с ним остался один на один на поляне. В общем-то, он человек так понимает, что к поляне не очень приспособленный. И он как-то сел так на деревце там и сидит. Я думаю, ну надо развлечься таки человека светской беседой. Вот он когда улыбается, это я ему что-то рассказывал. Наверное, про белочку какую-нибудь. Вот, как-то так получился у нас. В общем, ты вошел в историю фотографий. Нет, меня-то на фотографии нет. Так, что же мы болтаем? Кораблик борется с волнами. На край земли везет он грузы, Чтоб на краю земли забот не знали. Луной по океану серебряные прутья Не спится капитан, а мы Мы люди сухой путья Уйти труднее, чем остаться Сломаться легче, чем согнуться Забыть труднее, чем расстаться А сгинуть проще, чем вернуться О, как она заплачет К тебе, прижавшись к груди И дай вам Бог удачи А мы, мы люди сухопутия Но здесь молиться должен кто-то Чтоб выжил ты и в бурю спасся Пусть вы морские дон кихоты А мы тогда земные санчо-панса И пусть несет вам случай, удачу и горе Мы ждать умеем лучше, чем те Кто плавают по морю Ты сам сухой своей не знаешь Зачем ты обрываешь узы Зачем ты в море уплываешь за тебя Чтоб в море плавают медузы Чтоб слезы в душу капли Уйду в далекий путь Я плыви себе кораблика Мы, мы люди сухопутия Как шарик Мы, мы люди сухопутия Я тогда в свою очередь расскажу, как я познакомилась с Щербаковым Меня ему представили, значит, старшие товарищи И сказали, вот смотрите Смотри, Миша, как девочка прекрасно поет бубльмандепский пролив И говорит, Лида, пой Значит, дали мне гитару Значит, пою Высоко Я в авторской тональности в ремажоре Страшно, в общем А-а-а-а Как так пропела Отчаянно Да, пропела бубльмандепский пролив Щербаков У него глаза так в кучку, в кучку, в кучку Песня закончилась И к нему так это поварить Он говорит, ну, как тебе? Он говорит, господи Какая же длинная песня Вот примерно так Давайте споем Мы, кстати, записали Вот мы выпустили сейчас пластинку Да, пластиночку выпустили новую Называется она Из дальних стран пришел корабль По строчке из Щербакова И вот записали мы там, наконец, какие-то кое-какие долги Там вишневое варенье есть Которое ни разу не было записано Странное дело И бубльмандепский пролив Что везете, капитаны, из далека-далека Везете вы бананы и ковровые шелка Виноградное варенье на шуге барбарис Самоцветные каменья, мандарины и маис Капитана ждет Монтана Боцман и бывший армянин А кого-то ждет Гвяна А кого-то ждет Бенин Эй, транзиты, тормозните Мы покурием табака Вы его мне привезите из далека-далека Ла-да-да, ла-да, ла-да-да-да Боцман, брось свои сомнения Куда ждет твоя Армения Закури-ка лучше нашего И ни о чем судьбу не спрашивай Бабыль-Мандепский пролив Бабыль-Мандепский пролив Лишь бы знать, лишь бы ждать, лишь бы жить Из Патагонии в Шанхай, из Барселоны в Парагвай Куда-нибудь лишь бы плыть, лишь бы плыть А ну и что жду на севере, а я сейчас на юге И забыл, что есть на свете где-то льды Метели в юге, высоко в горах белеет Снеговая паранжа А я сижу в оранжере И попиваю оранжат Эх, на воле, на просторе Что ж ни жить, ни поживать И на лучшем в мире море Камни с берега швырять Ни уюта, ни постели мне искать Не нужно тут Две невесты мне из Дэрисон Алата-индостан письма шлют Да-да-да-да, на-да, на-да-да-да Я вам адрес там индекс дам Вы напишите им на Индостан Чтоб он вечно было хорошо Но не со мной, так с кем-нибудь еще Баб-эль-Мандепский пролив Баб-эль-Мандепский пролив Ах, лишь бы знать, лишь бы ждать Лишь бы жить И нагадай навсегда, бог весть Куда-то не беда, куда-нибудь, лишь бы плыть, лишь бы плыть А захотим-то очень скоро, бросим море, бросим всех И уйдем высоко в горы, и поднимемся наверх И помолимся колдуньям, а особо молодым Пусть не дунем, сверху сплюнем, над ущельем постоим Мы о чем друг друга спросим, утвердительно кивнем Быстро мостик перебросим и по мостику пройдем Что хотим, то выбираем, так устроен этот совет А может, мы дойдем до края, но, может быть, и нет А потому, что нет гарантий нигде ни на что Потом не вспомнишь, где упал, и кто толкал, и кто держал А клемаешься в миру, где незнаком тебе никто И не поймешь, как ошибался, а решишь, что был обвал А ну и что, что ты на юге, а не дай бы вдруг чего И вот кругом тайга пургай, и хоть умри, не убежать Раз леса много, значит, должен кто-нибудь рубить его И будешь ты его рубить, и кочанять, и подыхать И тоже вроде был обвал, и все чисты, не вины, сплошь И никого из окружающих не упрекнешь вовек И этот, кажется, неплохо, и этот будто бы хорош И сам я тоже вроде милый, добрый, честный человек А вы бы, между прочим, посмотрели на меня Когда я финики казенные со склада воровал И вы бы, между прочим, ужаснулись за меня Когда я их подул в територых и на рынке продавал Как пропивал я эти жалкие несчастные рубли Все в одиночку за углом бутылку прячу под пальто Вы были б счастливы, что сами до такого не дошли А потому что нет гарантий нигде ни на что Но где у вас гарантия, что хлеб, который ели вы Не будет завтра вам, как неоплатный долг, зачтен? И где у вас гарантия, что гимн, который пели вы Не будет завтра проклят, заклеймен и запрещен? Вот так живем, покуда честно я До первого ущелья, до первого обвала Чтобы раз и навсегда А что на юге? А на юге много места для веселья Там горы, пальмы, чайки, солнце, воздух и вода Бабель-Мандепский пролив Бабель-Мандепский пролив Так лишь бы знать, лишь бы ждать, лишь бы жить Из ни оттуда в ни туда, из ни оттуда в никуда Куда-нибудь, лишь бы плыть, лишь бы Да-да-да-да Да-да-да 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 Господи, какая же длинная песня Про любовь Да, вот сейчас будет такой цикл песен О любви и о всяких женских образах Кончался август, был туман, неслась галактика По речке плывала, как Тамара, кончалась практика А мы навстречу по реке шли на кораблике И рассуждали о грехе и о гидравлике Сердечный кам, словесный хлам, ни слова в простоте С катамараном люди нам кричали «Здравствуйте!» Дай Бог вам счастье или чудо за скитания Но вы туда, а мы оттуда до свидания Добра пора, туман, труха, вода мудра в реке А что мы смыслили в грехах, а что в гидравлике Да не словечко в простоте моя прекрасная Какая чушь, зато хоть тема безопасная Мы все поймем, мы обойдем и впредь условимся Не то за старое начнем, не остановимся Грехи, как камни из реки, сосет под ложечкой Не отпускай мне все грехи, оставь немножечко Дал течь кораблик, стал тонуть, стоял и протекал Мы все спасались как-нибудь, кончалась практика Я же отпустил синицу вновь, ловя журавлика Вот весь и грех, и вся любовь, и вся гидравлика Зачем? Чего там объяснять? Давно все понятно И неудобно как-то ждать, когда прогонят так Да не корабль, лети журавль, а мы бескрылые Сокрой туман, катамаран, прощать, милые Забыл аккордик, один вот выпал из головы и все Значит, это все горе от ума, что называется У меня целые куплеты бывают, из головы выпадают Ничего, справляемся как-то Мой педагог по гармонии, это действительно утверждение верно Говорят, уменьшенные аккорды бывают только трех видов Адо, адо, диезы и атре, все остальные их обращения Это правда так Но вот надо не ошибиться из этих трех и выбрать один правильный Вот я с этой попытки все-таки Никто вообще ничего не заметил, зачем ты сейчас тут разводишь? Заметил, видишь, тут есть народный контроль Все, не ищи сейчас, потом найдешь Нашел Если пойдешь ты пешком через ручей к развинке То крепи гребешком волосы на затылке Порох и дробь выброси вон, страхи забудь лесные Смело шагай, это сон, хищники в нем не злые Не подведет тишина, сумерки не обманут Глянет из тьмы хижина, страхи назад отпрянут Конный туда ни за что, дело другое пеший Это твое, это то, где чудеса и леший В колбе бурлит вещество, леший бубнит заклятия Нет у него ничего, кроме его занятия Кровля над ним ветхая, схлипывает протяжно Знаешь он кто? Это я или не я? Не важно, важно, что не пропадешь Даже не огорчишься Если пешком ты пойдешь, а не верхом помчишься Наискосок за овраг через ручей и поле А гребешок это так, для красоты не более Субтитры создавал DimaTorzok Откуда? Вряд ли с собой хороша, но скромна и нарядна Вряд ли вполне молода, но о том не речем Где-то в предместе она так и живет Вероятно, чем занята Бог есть, может, совсем ничем Может быть, к зеркалу профиль приблизит негодный Окон непышный на разные крутит лады Или цветок чуть живой ставит в кувши Узкогорлый в озере только что Свежей набрав воды Может быть, этот цветок называется розы Может быть, он ей подарен неделю тому Рослым красавцем таким с белой такой Папирозы Папирозы Близ городских ворот Бог весть за что Ну, вот и плачет она Вот и кувши Разбивает на семельшин Бог весть Бог весть Бог весть Мертвых частей Таких Может быть, этот цветок Называется Розой Еще один женский образ выразительный Для тех несчастных, кто словом первым И первым взглядом твоим сражен Ты есть была и пребудешь перлом Женой нежнейшей из нежных жен Он в округе всяк, не щадя усилий Твердит, как дивны твои черты Но я-то знаю, что средь рептилий Опасней нет существа, чем ты Под нежным шелком в дыму фасона Свиваясь в кольца, как на показ Сверкает туловище дракона Но этот блеск не для третьих глаз Для третьих глаз ты в нарядной блузке Сидишь изящно, глядишь светло Читая что-нибудь по-французски К примеру, Шодерла де лаколо Не только зубы, но также десны И даже губы твои, клянусь Столь кровожадный и смертоносный Что я и сам иногда боюсь И тем смешней слепота с какою Очередной обреченный франк Дрясуясь, топчется пред тобою Как дрессированный элефант Отмечен смертью любой, то страстью К тебе охвачен любовь и моя Однако к счастью или к несчастью Об этом знаю один лишь я А я не выдам, не беспокойся Чем навлекать на себя грозу Уж лучше сам развернувши кольца Прощусь в логово у полозу Да-да-да-дай Сейчас несколько песен Самая любимая тема в творчестве Щербакова Это взаимоотношения художника и мира А также художника и его персонажей И сгнав меня Натура выполнит кульбит Не слишком хитрый, хоть и двойной Как всякий жест ее Один замолк, другой вступил Антрактов нет В ее вертепе фигур несчастье Так вева тебе Приемник мой не я, но ты На бивуаке как-нибудь Речитатив дополнишь сей Когда дружина чубуки наладит Разом задымит И дым потянется туда Где, если атлас прав сойтись Имеет прихоть рейн и май Дыша глубоководьем Рыбьих тайн Виток, вираж Еще вираж И все черней Все центробежней И сгущаться будет дым Как ночь, как речь И речь сама К чему не вел бы ты пойдет Опять о том же О непременных тех двоих Что раз заговорив Вошли в азарт И никогда уже затем Наговориться не могли Наперебой твердя Прощай, я не остаюсь Не вернусь И продолжали жить вдвоем И жили счастлив Детей назвали нот Зефир и эр Других и не обязан быть шедевр Не бог весть, как споешь Или бог весть, как бог весть Пальцетель шепот употребишь Но как-нибудь споешь Да что гадать Испробуй прямо здесь при мне Забавы ради Хорош ли выйдет твой дебют Ого! Вот это голос Ну и ну! Да он умеет Я не знал Кто мог подумать Ни казист Ни привередлив Ни в одном глазу Безумие с серьгой Но совершенно не цыган Чем одарить его? Ничем Сейчас он скроется В дыму Вираж Еще вираж Вольнож Ему Чертить Круги Начавшись там Где жизнь моя Переломилась Как статуэтка Круги Круги Пропаду Не за что Семь и бед Один ответ Учиню потеху Своего рода По утру Проснется Ой, целый Белый свет Выглянет За ворота А меня нет Я тебе застолье Больше не тамада Поищи другого Дурачка за бубном А где прежний с флейтой На дне ли где вода Во сне ли непробудным Что за нужда В очередь туземцы Чина-чина почитай Подавай бумаги На замещенье С пользою веселья Ой, в меру сочетай Кое-где и угощенье Вы не допадай Пропаду Не за что Век Боли не видать Подпишу Не глядя Первый раз Что ли Наблюдать Или Недра В облаке Не витать Мне ли Перекатной горе Привыкать Стать Фаэтон Фаэтон Промчался Пыли по полю летит Это я Отъехал На пикник чей-то Там кому-то Скучно Он И вот Он и кутит Он Нас С тобою Флейта Озолотит Фаэтон Вторник Второй август Время десять Без десяти Лето В поре Однако Сказать Что жарко Никак нельзя Не жарко Солнце не хватает Даже и малый павок извести. Впрочем, откуда павок, ветер слаб, Небо чисто суха. Лежанкой я вчера фантазировал, И фантазия мне удалась. Выдумал я, что лету как раз и следует Быть вот таким, как это. Днем его надлежит шелестеть, Простеть прохладно, свободно длясь. Тут, полагаю, ты возмутишься, Мол, тоже мне лето. Кроме того, я выдумал Разнополых двух визави. Скачут они по городу в одном белье, И тут отсюда мечут мячик. Эти самец и самка В прямом родстве с божеством любви. Даром, что он кретин, Она неряха, как сотни ее. Землячик очень ему по нраву Ее четыре ноги и хвост. Ей же в не меньшей степени Импонируют бивни его. И когти ужас воскликнешь ты, А по мне так это потомки звезд. Глаз не свожу, слежу, все ли ладно у них там на корте. Вроде пока все ладно, Танцор, музыка, верхний свет. Жаль, вот листва кругом чересчур жива, В натуральном искусстве тонет. Из листвы-то зритель и не ликует, Что нет, то нет. Плачет и стонет он, не препятствуй. Пусть, если хочет, и плачет, и стонет. Многим еще в новинку Вели лечивые позвонки. От болтовни запястья Ты был и со мною, когда-то спазм весь вышел. Веруй, что есть в природе, И кроме этого я зыки. Спорить не буду, Может, и есть, не знаю, не слышал. Хочешь обратно деньги, Вот изволь получи с меня, Но не казни артиста за то, Что он себе самому не равен. Этот шмель не летит, Он исполняет полет шмеля. Этот столетник дня не живет, Но тем и забавен. И споем с вами длинную, длинную песню. которая мне видится как немое кино, которому аккомпанирует такой безумный тапёр. Предположим, герой молодой человек, холостой кавалер, должен ехать в провинцию дней, так на десять делать дела. Оставаясь с избраницей, он нарушает слезой интерьер и, пожалуй, не врет, говоря, что разлука ему тяжела. Заклинает богами земли и морей, без него не подмигивать здесь никому в сотый раз. Напоследок уже у дверей умоляет писать ему, что бы там ни было в день по письму, рисовать голубка на конверте и слать непременно скорей. И красавица тем же вполне от души отвечает ему, обещает писать, ободряет кивком, одаряет цветком, наконец отпускает и в десять минут забывает о нём. А герой, повелев ямщику не зевать, через сутки пути прибывает на место, въезжает в гостиницу и принимается существовать. То есть это он движется с делом и без в экипаже и нет, озирает окрестности в виде замшелых прудов и скульптур, что ни день на подарки понят, кому не жалеет монет, покупая смарагдовый хлам и серебряный всякий сумбур. Или в номере, кстати, весьма дорогом, вечерами письма от негодницы ждёт, изнывает от скуки дурак дураком, не пьянее глотает ликёр и бисквит, без охоты жуёт, ожидает конверта с условным на нём от руки голубком. И томясь ожиданием, ходит по бархату взад и вперёд, а кокетка не помнит, она занята, что ни день ежечасно её с головой поглощает забота. То это, то там, то непрошенный гость, у неё то мигрень, то канун маскарада, то сам маскарад, то верчение столов, то большая примерка. И так, что ни день, предположим, неделя проходит, он ждёт, а письмо не идёт. То есть рухнули связи, обмякли устой, померкли миры. Почтальоны ушли, вероятно, в какой-нибудь горный поход, И один за другим, вероятно, упали с высокой горы. Проведя две ужасные ночи без сна, на девятые сутки в единый приём, Он снотворного склянку, что свалит слона, осушает, И урак, наконец, оглушает его забытьём. В это самое время внезапно о нём вспоминает она, То есть в ту же секунду она невзначай вспоминает о нём. И, конечно, бросается прямо к бюро, из бюро вынимает, Конечно, бювара, из бювара бумагу берёт и перо. И строкой строку погонит строка, и к рассвету посланий выходит густым, Ко почтовый роман могло быть и гуще до ночь. Кратко! На десятые сутки с утра просыпается наш кавалет, Выпивает свой кофе, причём даже с юмором смотрит в окно, А потом, не спеша, тормошится квояж, достаёт револьвер, И, конечно, стреляется прямо на бар, хоть и что не умно. А конверт-то написан уже и закрыт, не без помощи воска, смолы и огня, Силуэт голубка в уголке не забыт, путевые сдержки рассчитаны, Нарочный сел на коня, остальные детали впоследствии следствие определит, А пока угадайте, что в этом во всём привлекает меня. Ну, конечно же, нарочно, боже ж ты мой, Это как он поскачет сейчас, полетит, не касаясь дороги, Помчится стрелой, а часа через два ни с того ни с сего На дворе постоялом я встречу его, И в глаза посмотрю со значенью, Но не скажу ничего. Разговаривать некогда. Да и зачем, господа пассажиры, Четвёртый звонок, занимайте места, Живу при, живу земным, Я ваш новый форейкер, а кто не согласен, Вот бог, вот порог, решено, что мы едем в Эдем, Это значит, мы едем в Эдем. Занимайте места, господа воежёры, Таков эпилог. Или, может, эпиграф? Не всё ли равно? Я их, знаете, путаю. Префикс один, да и корни по смыслу, Считай заодно. Ухажите мне, Эллен, и этот язык, Уже как не вникал я в него, А не вник, между тем не последний, По общему мнению, был ученик. Спасибо. Спасибо. На море спят Дельфины в белом море Спят киты И подвитая Собака Улеглась под сонный куст И собаке снятся Знаки зодиака Сладковатые Над кустом Рампа гаснет, рампа Гаснет лампа У ворот День уходит, ночь Приходит, все проходит Все пройдет Путь не длинный Не короткий Посвист плетки Запах водки Кратковременный Ночлег, скрипы, сосен Коробей Схлипы, песен, колыбель Дальний бель Прошлый век И повис туман Горячий На незрячих Фонарях И поет Певец Бродячий О далеких Островах О мазуре О портовых О бухганской Чайхане И о грузчиках Портовых И немного Обо мне И о том Что кто-то Вроде Ищет счастья Не найдет И о том Что все проходит Все проходит Все пройдет Век прошел У нас все тоже Ночь прошла Прошел Прохожий Путник Дальше Захаромат Смол Певец Ушла собака Только знаки Зодиак До дождя Похрома День уходит Ночь Приходит Все проходит Все проходит Все проходит Все пройдет Что в чужом краю Что в отчим На высоком Небосводе Не увидишь Ты алмазов Да и кто их видел Впрочем При какой Такой погоде Счастье Капризно Даль тревожно А жизнь Она и вовсе Одна Второй Не будет Рим С собой Взять не можно Помаяч Пока что Возле Папа Римский Нес Рим Нисколько Невупатки Он щебечет И хлопочет На расхват Идут Напитки Курс Порядки Биржевой Люд Заморский По руинам Резво Скачет Пальцем Тычит Во что Хочет Отчего Вы В самом деле Не скатать Пока живой За сто Лир Цена Смешная Ты Пломбир Купи С изюмами И направь Вдоль Даль Косую Нах Барышнь Смущая Серым В клеточку Костюмам Ах Эти Башни Глаза Серьезными Своими Маркают Так Прелестно Мы Умрем Черт Бус Най А вот Что Стучится С ними Совершенно Неизвестность На скамейке Ренессансной У античного Забора Не забудь Что ехать Скоро И бесед Не проводи Что Кому За архитектуру Синьорина Что За флора Там Синьоры Не Твоя Печаль Приятель Погулял И Проходи В свой Черед Коснется Слуха Тот Сигнал Валторный Строгой Что Вязать Велит Пожитки Не Пират Тебе Не Пух Отдохни Перед Дорогой Влажный Рассвет Тебя Разбудит Портье Ключами Щелкнет А Дальше Как Придется Жизнь Одна Второй Не Будет Но Пока Валторный Смолкнет Колокольчик Распоется Жизнь Одна Второй Не Будет Но Пока Валторный Смолкнет Колокольчик Распоется Антракт